Теперь о музыке. Интересно, что само слово музыка, видите, это греческое слово, да? И в иврите в современном музыке употреблено греческий термин за неимением основного термина. Потому что в иврите, в библейском иврите, музыка, она связана с декламацией. И это как бы неразделимо. Смотрите, земер, песня, да? Земер, 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 лах, да? Если мы говорим о музыке, о песне, земер. Да, земер, это что? Это пение в сопровождении музыкального инструмента. Если говорить о классическом иврите, то есть так, как это начиналось, да? Земер, буквально это означает перебирая струды. Перебирая струи. Земер. И можем видеть напев, мелодия, еще мизмор называется. Мизмор. Мизмор, 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 напев мелодия. Мизмор? Да. То, что поется, видите? Земер, мизмор. Мелодия? Да. В современном иврите от слова шутка и песня получилась такое, интересно, частушки, как перевести, да? Пизмор. Пизмор, да. Ну, от слова шутка, да? И земер. Пизмор. А шутка тоже? Вот, я не помню, какое слово. Нет, хохма – это мудрость. Да, мизмор. Мизмор, да? Земер. Значит, да, мужчина зомер, женщина зомерит. Зомрим, да? И зомрод. Знаете? Так? Значит, мизмор – это песня. Это, значит, то, что исполняется и голосом, и чем? И на инструменте. Да, и голосом, и на инструменте. Шир. Да. Шир. В данном случае слово «шир» означает не только петь, но и декламировать. Если мы поем без музыкального сопровождения, если с музыкальным сопровождением, то это у нас земер. А «шир» – это как бы пение акапелла, да, или декламация. Когда мы декламируем стихи, употребляется тоже слово «шир». Поэма – это уже как греческое, да? Вот. Видите, поэма, оно тоже имеет… Да, от слова «пэ», да. Видите, «пэ». Вот тут меня уже заставляет сказать то, что я хотел сказать на 10 минут позже. «пьют», «пьют» – есть такая вещь, да, «пьют», слышали? «Пьют», да, «поет», отсюда русское слово «поет», или «поэт». «Поэт», да, отсюда, от слова «пэ». Да, «пьют». Еще, значит, когда декламирование происходит стихов, употребляют слово «амар». «Амар» – это не только сказал, да, это еще и поэт. Поэт, творец Амар Хаям, помните? А пьют, это такая пьютка. Значит, если, вот смотрите, псалом может быть нерифмоманный. Помните? В средние века, просто я хотел это чуть попозже сказать, в средние века создалась такая особая форма, которая, надо сейчас называться, пьют. Она рифмованная. «Адонна ляма шармалах, бетерем гелицар невра, вэтна сабэхэфцаколь, азаймалякшимоникра». Вот это пьют, да? Вот. Значит, «шир» – это песня а-ля капелла или декламация, да? Значит, «амар» – это если я просто что-либо говорю или читаю стихотворение, да? Значит, «пьют» – это тоже такая песня, но в салом, но он какой? Рифмованный. Рифмованный. «Пьют» – это рифмованные. Да. Рифмованные. Кроме того, значит, что у нас есть от глагола «менаген» – «исполнять» – «играть», да? Исполнитель. «Наган». «Наган». Иврития означает «исполнитель». А то, что исполняется – страдательный залог. Нигун. Ой, «наган» опять. Путаю с «зэп» и «гэ». Наган. Нигун. Значит, да. Глагол «ленаген» – «менаген». То есть «играть» – «исполнять», да? «менаген». «Инфинитив» – «ленаген». Отсюда «наган» – это «исполнитель», да? А «исполняемая», то есть «сама мелодия», я говорил, без слов или с небольшим количеством что? Слов. Да? Ай-яй-яй, ой-яй-яй, 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 и так далее. Это будет «нигун», да, «черебом», и так далее. Хорошо. Добрый. Еще есть слово «шабах». Шабах – восклицать. Шабхиху коль леумим. Помните? Славьте Господа все народы, да, прославляйте его. Да, шабах. Шабах. Восклицать. Восклицать громким голосом, да, шабах. Шабах – восклицать громким голосом. Воскликнем, да? Славьте Бога всех народы, прославляйте его всех племенах, да, по шабхиху коль леумим. Кегавара лейну коздо, и так далее. Вемет, аданай, лаалям. Вот. Униемии. Это Псалом 116, дробь 1. Униемии 12, 43. Сказано, что народ веселился перед Господом, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Там вот это шабах употреблено слово. Дальше. Откровение 19, дробь 1. Там хотя греческий язык, но тоже такая же структура. Помните, голос многочисленного народа, да, как сильный гром, как шум, вот многих, да. То есть, можете себе представить, какая это что? Сила, да. Какая это сила. То есть, это громкое такое очень прославление. Шабхиху коль леумим. Ну, еще немножко там охлопани ладоши, да, и о свисте. О свисте. Да, как Рэбе Александр вам говорил, свист это не грех, да, но непотребство. Я вам скажу вот что. Это, опять-таки, вопросы культуры. Свист у американцев что выражает? Восторг, да? У нас свист, если бы, зачем свистать, говорят, о свистали, да? То есть, мы заботиться должны, мы не должны всю культуру американскую перенимать. Безусловно, мы будем какую-то часть культуры, потому что это обогащение народов. И мы свою тоже культуру даем. Ну, все дело в том, что у нас не развилась нормальная культура. И культура, в частности, прославления, поклонения тоже. Либо мы слишком развязаны, да, либо мы слишком скованы. Вся беда наша, что революция наша произошла очень быстро. Помните, 1861 год было отменено рабство. В 1917 году произошла революция. Сколько времени прошло? 56 лет. Это столько, сколько мне сейчас. Вот тот, кто родился при отмене рабства, у того при революции было вот столько лет. Вся беда нашего народа, 56 лет прошло. Вся беда нашего народа, что вот мы не можем создать какую-то целостную нормальную культуру. И не в том дело, что у нас не хватает воли и свободы. Наоборот, у нас свободы и воли больше, чем достаточно. Мы не умеем ею пользоваться. Мы хотим свободы и воли. Но у американцев, например, они свободный народ, да? Но это, правда, достигалось 200 годами истории. У них есть внутренний тормоз. Потому что там христианская культура. И она дает внутренний тормоз. Они могут это делать, да? Бог все может. Но не все делает. Потому что есть определенные рамки, которые ставит себе Бог. Определенные рамки ставит себе человек. А мы этих рамков лишены. Либо мы должны, как рабы, быть зашорены. Этот принцип вот этих всех фарисеев и так далее. Поставить что? Ограду. Но вы должны помнить, что ограда не есть заповедь. Правда? Ограда должна проходить внутри нашего сердца. Конечно, если вы приходите в какое-то общество с какой-то культурой, то, естественно, вы должны придерживаться культуры какой? Этого общества, да? И то, что культурно в одном обществе, может быть и культурным другом. Поэтому, конечно, даже есть описание. Помните, Ребе Александр говорил вам. И я вот тут нашел место. Может быть, Ребе Александр еще про свист нашел больше. Что Бог тоже свистит. Да, да. И Бог там свистнет мухи, где-то сказано. А, мухи, да. Да. И народом свистнет. Да, свистнет мухи, свистнет народом. То есть, свист – это как средство привлечения. Да. Клич, там свист в оригинале, да. Это еще где-то месяц я отошел. Свистнет мухи. Но я тут закладку где-то потерял. Исайя тоже где-то есть. По-моему, седьмая или восьмая глава. А, вот. Исайя, седьмая глава, восемнадцатый стих. И будет тот день. Свистнет Бог мухи, что сидит у притоков египетских. Свистнет, да. Ну, у нас соловей-разбойник в основном свистит. Поэтому я еще раз говорю, что в нашей культуре свист – это что? Нечто отрицательное. Мы свободны, да. Но мы должны смотреть на людей. Если люди определенной культуры, увидят, они что скажут. Что мы беснуемся. Я уже говорил, что такое бес. Что такое бес. То есть, мы должны быть и иметь определенную культуру. Мы должны иметь внутреннее. Внутреннее чувство культуры, что... Допустимо и что недопустимо в данном коллективе. Я еще раз говорю. У нас латует мнение, что вот, ну, вы знаете, идет восстановление. И действительно, группа людей получает откровение для восстановления в церкви. Получил сначала Мартин Лютер – откровение о важности Слова Божьего, да. Баптисты получили откровение о важности погружения в водном сознательном возрасте. До этого практиковали крещение младенцев в основном, да. Потом получили пятидесятники откровения о погружении в Дух Святой, как мы говорим, крещение Духа Святого, да. Харизматы о важности хвалы и так далее. Но я вам скажу, вот если я так смотрю, я как бы вне доминации. Я вижу и преимущества, и недостатки каждой системы. Да? И нельзя ни в коем случае говорить, что, вы знаете, пятидесятники, они лучше, чем баптисты. А харизматы еще лучше, чем пятидесятники. Ну, мессианские евреи, они еще лучше харизматов. Значит, такая вот, это неправильная. Знаете, я сейчас прихожу, и многие тоже разрушают и говорят, что это причина, значит, теория Божьего пазла. Мы вот как пазл, да. И поэтому, слава Богу, что у нас есть разные церкви, разные по культуре своей. Главное, чтобы мы были какими? Божьими, да. И чтобы наше поклонение, наше прославление было направлено на Ишуя Мессия. И чтобы оно шло в духе, да, а не в душе. А не в душе. И чтобы оно не просто было в радости, но и в страхе. И в страхе Божьем совершенно вот такое поклонение должно быть. Поэтому, если мы это соблюдаем, то слава Богу. Но у каждой группы есть свои традиции. И это не значит, что в какой-то группе меньше Дух Святой действует. Если будут практиковать литургии чисто еврейскую, ортодоксальную, мессианские евреи, которые, ну, были когда-то вот такими ортодоксами, да, и не стали мессианскими евреями. Это нормально. А если мы сейчас введем всю эту вот ортодоксальную литургию, ну, это будет скучно, да. Это не наша культура. Мы должны, вот, допустим, культуру еврейскую. Ну, мы в определенной еврейской культуре, допустим, находимся. Вы понимаете? Нам не нужно брать какую-то другую культуру. Также и у самой Харизматовой есть своя культура. У Пятидесятников есть своя культура. И пределы своей культуры мы можем славить Господа. Если кому-то что-то не нравится, значит, есть два пути. Ни в коем случае не засловьте и не критикуйте. Есть два пути. Либо молитесь, чтобы было так, как вы хотите, либо уйдите в другую группу. Везде Бог действует, да? И там, и там. Просто можно выбрать то место, которое по культуре для вас ближе всего, да? Надо танцевать, значит, танцуете и так далее. Ну, кстати, есть такие телодвижения, которые не рекомендуется было бы делать в прославлении. Вы знаете, нет. Вращение головой. Вот такое вот вращение. Ну, вот так. Опять-таки, Ивана Васильевича смотрели там? Танцуют все, а они потом начали косами вертить. А знаете, что это такое? Это оболванивание человека. При этом происходит ишемия головного мозга, то есть малокровие головного мозга. И то же самое получается, как при инсулиновом шоке. Это практикуют дзервиши, это практикуют язычники, да? И это практикуют вот эти, которые поклоняются. Нет, я вам все-таки фильм один покажу. Саша, Саша, можно будет им один показать испанско-арабский фильм? Валерий Иванович, а когда каркасистское трясение головой, тоже нельзя? Хорошо. И это практикуют вот эти, ну, как они, фанатики. И вот эти фанатики, которые кончают жизнь самоубийством, подрывают сами себя. Вот эти фидеины, да? Они тоже такое практикуют. Да, да, да. При этом нарушается мозговое кровоушение и при этом нарушается мозговая деятельность. Я просто как врач, я просто как врач вам не советую. Не знаю, какой в этом духовный смысл, но это такое, не рекомендуется телодвижение такого типа сексуального, которое бывает иногда типа имитирует половой акт. Вы знаете, что такие танцы тоже бывают, да? То есть они не рекомендуются. Не рекомендуются. Потому что мы должны показывать не себя, да? А мы должны показывать Господа. И вот отсюда мы перейдем к одному прославителю, который показывал себя. Давайте откроем пророка Ехескеля, да? Ехескеля, Езекиеля, 28 глава. Там говорится о царе Цора. Цора или Тира. Но там говорится еще о каком-то удивительном существе, который не похож, да, на других. Который не похож на других. И там говорится так. «Сказал Господь Всесильный, ты перл творения, полон мудрости, красоты и совершенства». Можно ли это сказать о царе Тира? Нет, это о каком-то духовном существе, который жил в присутствии Божьем, да, и был в совершенстве. Перл. Творение, полон мудрости, красоты и совершенства. В Эдене саду божественном был ты. Царь Тира там не был, правда? «Драгоценные камни украшали твой балдахин». Как в русском там написано? Так, с 12 стиха, смотрите. Да? 28 глава, 12 стиха. Что там украшало? «В саду божественном был ты, 13 стих, драгоценные камни украшали твой балдахин». Видите, балдахин... Но в данном случае говорится не о балдахине. Здесь говорится, не об одежде, а о хупе. Помните? Да? Хупа. Мы уже говорили, когда о сухоте, да? О хупе, вы говорили. И хупа – это что? Брак агнца, да? Не происходит под хупой. Под хупой. Итак, как же было украшено эта хупа? «Рубин, топаз, бриллиант, хризонит, оникс, ешма, сафир, бирюза, изумруд и золото. Тимпаны твои и свирели». Тебе в скобках пели. Тут нет этого слова. «Тебе в день сотворения твоего заготовлены были». Значит, в одном месте, что пели эти изумруды, свирели и так далее. Смотрите. Тапаз, бриллианты, то есть хризолит, оникс, ешма, бирюза, изумруд. Это все камни, они где находились? Да, в эфоте. Да, в эфоте. Вот теперь посмотрим, с чем занимался эта личность, этот ангел, который звали Люцифер, да, несущий свет. Он занимался прославлением. Он был под хупой, то есть в Божьем присутствии, да? Да, и у него были все эти камни. И когда он был низвержен с неба, да, кому досталась такая одежда, которая имитировала, но это просто как бы имитация в этом мире, да? Первосвященнику. То есть первосвященник выполнял те же самые функции, да, входя в присутствие Божие, функции хвалы и прославления, как и Люцифер. Камни эти были светящиеся. С одной стороны, о светящихся камнях можно говорить, когда о цветомузыке. Похоже, когда цветомузыка, как будто бы сияющие, переливающиеся камни, да? С другой стороны, мы посмотрим интересные вещи. Помните, мы говорили, что ковчег, он мог представлять собой своеобразный передатчик, да? Там был колебательный контур, там был конденсатор, заряжавшийся от небесного электричества. Помните, первые детекторные приемники, они не имели батареек. Они работали, что? От радиоволн, да, от энергии радиоволн. И вот эти камни, которые находятся здесь, это что у нас имеется? Значит, да, рубин, бриллиант, хризалит, сафир, изубруд, бирюза. Они имеют в своем основании решетку, кристаллическую решетку алмаза. И они могут использоваться где? В лазерах. В лазере используется в светомузыках, да? То есть, мог заряжаться так этот ковчег и возникать освещение, да. А как же это было на небе? Можем себе представить, да? Да. Да, исключение представляет собой ешма, который, слоистый камень на основе кремния. Кремний в чем используется? В полупроводниках, да? В полупроводниках кремний. И следующее, хрусталь или кристаль. Хрусталь это что? Это пьезоэлектрическое. Вы знаете, что если пропускать определенной частоты электрический ток среди кристаллов, содержащих хрусталь, что с ними происходит? Они начинают звучать. Когда Бог творил мир, и сказано, что прозвучало Слово Божье, а ведь атмосферы еще не было. Помните? Это было определенной частоты колебания. И эти колебания проходят через все. Пустоты нету. Есть колебания, да? Каждая звезда, она испускает определенные частоты колебаний. Знаете, музыка сфер. Это не мистика, это реальность. Каждый из нас тоже определенной частоты колебания создает. Да? Вот вы видели ауру у людей? Да? И вам Валентин Романович показывал ауру, которая появляется в виде пятен на пленке. Она не видна. Да? Это как бы маленькая шаровая молния. Согласны? Только она очень слабая, она слабо светится. Это маленькая шаровая волна. Каждый из нас во время прославления генерирует определенные колебания, определенное электричество. Атмосфера поет. Вы когда-нибудь сидели в полной тишине и прислушивались? Если мы прислушаемся, можно слышать звук придет. Конечно, если я так иду до третьего этажа, еще ничего. Если я уже до четвертого этаж поднимаюсь, у меня уже там хорошо шумит в голове. Но я не про это говорю. А если мы сидим в покое и в полной тишине, все равно мы слышим какой-то тихий-тихий тонкий звон, да? Вы знаете, некоторые люди по этому звуку могут определять погоду. Потому что облака, которые движутся по небу, электричество небесное, оно все воспринимается человеком. Мы способны воспринимать звук не только ухом, но и всем своим телом. Даже глухонемые воспринимают звук. Через идущий, через тело человека. Если, да, играет громкая музыка, у меня иногда начинают зубы болеть, потому что предаточные пазухи у меня и болит. Тоже начинает резонировать, да? Мы постоянно находимся среди музыки. Мы просто ее не слышим. И вот этот пьезоэлектрический эффект возникает, когда происходит напряжение в земной коре. Опытные спелеологи, они могут, слушая, вот если вы находитесь в пещере, вы тоже не находитесь среди полной тишины, да? Ну, видите, катакомбы у нас, у нас они в ракушняке. Поэтому там ракушняк мягкий, он поглощает. А вот там, где гранитные породы, там, где гранитные породы, они поют. Они поют определенным звуком. И по этому звуку можно предсказать, что будет землетрясение или что будет обрушение породы. И можно уйти из этой пещеры вовремя. Но это делают опытные спелеологи, то есть, которые имеют опыт. Вот так и нам надо навыкам приучаться искать Божью музыку. А Божья музыка, она везде. Золото, помните, оно тоже употребляется в электронике. Это самый лучший материал для электроники. Вы знаете, незаменимо в некоторых схемах золото, правда? Потому что это один из лучших проводников. Тимпаны, что такое тимпаны? Ударные инструменты, да, и свирели. Свирель хилель тебе в день сотворения твоего. Значит, здесь добавлено, что пели тебе в день сотворения. В действительности, свирель, она пронзенная. Поэтому есть еще такое толкование. Что весь ангел, вот этот Люцифер, он как бы состоял из труб. Он был пронзенный. Да? Да. И это звуки органа. Свирели. Он сам, сам вот этот Сатан, он был органом. Вы заметите, что орган максимально подходит для такой вот именно духовной музыки, да? Я вас искал в интернете. Оказывается, музыка Моцарта излечивает эпилепсию. Музыка Моцарта излечивает аутизм. Аутизм – это когда дети рождаются с нарушением не психики, они психически нормальные дети, но они не могут общаться с другими детьми. Они как бы погружены в свой внутренний мир, и для этого используют, чтобы вывести из этого состояния различные вещи. Я вам говорю, что музыка может убить человека. В особенности низкие частоты, которые соответствуют где-то с 10 до 20 Гц, помните, мы говорили, 6 Гц вообще у человека останавливается сердце, да? 7-8 Гц – это частота альфа-ритма головного моза. То есть, такой может звук свести человека с ума. Значит, 10 Гц примерно возбуждает, а 12 Гц впадает человек в сон. Вот 10 Гц, да, и человек возбудится в это время, может совершить преступление, убийство и так далее. Используется эта музыка. Да, вот заметьте, хайвэ метал, да, тяжелый рок, он использует именно эти частоты. Если вы слушаете где-то на плохом приемнике, вы это не почувствуете. Но если у вас хорошие колонки, которые передают низкие частоты, то это давление на психику можно буквально почувствовать. То есть, есть музыка, которая способна убить. Говорят, в каком-то месте приехали в село рок-музыканты, сняли амбар, ну, там сделали пару концертов и уехали. И представитель колхоза пишет, дорогие музыканты, не могли бы вам приехать в следующий год? После вашего выступления год мышей не было, опять появились. Правда? Вот так и Сатан. Видите, я вам еще потом про музыку Скрябина расскажу, это уже отдельно. Это тоже духовная музыка, но очень отрицательная духовная музыка. Скрябина, да. Скрябин, который жил в начале 20 века. Я не знаю, может, еще какой это был Скрябин. Хорошо, у меня просто сейчас, видите, сколько носил, чуть попозже. Я вам расскажу о Скрябине, о его духовной музыке. Он собирался, но он так и не закончил этот концерт сделать. И что он этот концерт сделает на Тибете, в каком-то гималайском монастыре, и это будет концом света. Вот так и могло быть. Кто знает. Но Бог знает свое, да? Во струбит. Что-то во струбит. Кстати, вот это еще интересно. Когда падал Тунгусский метеорит, люди где-то за 100 километров слышали жужжащий вот этот звук падения метеорита. Причем, слышать атмосферным способом они не могли, потому что атмосфера давно бы уже заглушила на таком расстоянии. Это воспринималось все непосредственно мозгом. Я говорил, что человек способен воспринимать электромагнитные импульсы, которые шли от падающего метеорита. Может быть, что-то подобное и во струбит. Пока еще не трубило. Во струбит, так все услышат. Правда? Когда во струбит, никто не скажет, что он не слышал. Итак, поэтому здесь, что пели тебе в день сотворение твое, или ты сам был сотворен, вот из этих всех трубочек. И еще, помните, одно из названий, пронзенный, это к чему относится? К мессии, да? К ешему мессии. Тоже пронзенный. И ты, Крув, Крув, это, помните, тоже другой ангел, да? Крувин или Херувим. Это тоже разводовидность ангелов. Это высшие ангелы. Есть ангелы, которые просто названы Хайот, животные, да? Есть высшие. Срафим и Крувим. И ты, Крув. Ты, Крув, с распростертыми огромными крыльями. Крыльями. Так. И отдал тебя я. На святой горе Бога ты очутился, среди камней огненных прохаживался. Еще раз говорю, это могут быть камни в физическом смысле, а могут быть камни, как яркие, цвета музыка. Да. Крув, Крув. Один Крув. Крувим или Херувим, это когда много. Так. Хорошо. С распростертыми огромными крыльями отдал тебя на святой горе Бога ты очутился, среди камней огненных прохаживался. Безупречен ты на путях твоих со дня твоего сотворения, пока не увидели нечестность в тебе. При широкой торговле твоей наполнили нутро твое разбоем. Разбой, помните, мы говорили, Хамас. Я когда говорил про Ноя, я сейчас не буду подробно говорить, но Хамас это то, что характеризует и современный мир. Характеристика Хамаса дана, помните, первая тема фея, да? Мир будет, люди будут такими, 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 такими. И, видишь, возгордился. И почему? От торговли. И там действительно употреблено слово торговля. Чем же мог торговать он? Что ангелы деньги имели? А торговля это что? Прибыль, прибыль, которая идет к себе. Он забрал нечто Божье и выдавал это за свое. Заметьте, удивительная вещь, что все вот эти знаменитые всякие звезды, все эти кумиры публики, они любят, чтобы поклонение было кому? Им. В центре всего находится кто? Они, да? Они. То есть, они поступают точно так же, как поступил Сатан, да? В данном случае торговлю он взял не Божье и выдал это за свое. При широкой торговле твоей наполнен трудно трот твоим разбоем, и ты оказался виновим. Лишил я тебя святости и прогнал с горы Бога, и сгубил я тебя круг с распросертыми крыльями, удалив из среды огненных камней. Возгорделось сердце твое красотою твоею, погубил ты мудрость свою из-за прелести твоей. Поэтому на землю я сбросил тебя перед царями и выставил тебя всем на бокас. Грехов своих множеством в беззаконии торговли твоей ты лишил святости святилище свое. Итак, видите, мы, когда пребываем в Боге, мы что? Святости должно быть. Как только что-то нам мешает святости пребывать, то мы извергаемся. Извергаемся. Даже Бог говорит об одной церкви, изблюю я тебя, то есть, стошнит меня от тебя. Правда? Вот. И святилищество, излег я огонь из твоего нутра, вот кто пожал тебя. Кто пожал сатрана? Какой огонь? Из нутра его. Да? Вот бывает тоже у нас страсти разгораются, так что сжигают самого человека и всех вокруг него. Кстати, заметьте, что наша многая литература и романтическая литература, я уже не говорю о всякие ужасы, оно культивирует эти все что? Страсти, да? В действительности Бог не хочет, чтобы эти страсти были. Бог хочет, чтобы все это радость, все это душевное. Какое? Духовное или душевное? Духовный характер. А страсти где находятся? Душевное. Душевное. Вот. И на глазах всех на тебя смотрящих, всех, кто знал тебя среди народов, ужаснули тебе страшным сом. Ты стал и исчез навеки. Как кошмар. Хорошо. Еще интересное место. У того же пророка Ехескеля на реке Хавары увидел пророк Ехескель. Нечто, да? Когда он еще был совсем молодым человеком. Не знаю, сколько ему было, но чуть больше Бармидцева уже было. Было в 12-м году, в 4-м месяце, в 5-й день месяца, я среди изгнанников на реке Хавар раскрылись небеса и увидел я видение от Бога. Да? Что же он увидел? Ехескель, 1-я глава, 4-й стих. И посмотрел я, и вот ураганный ветер приближается с севера. Откуда престол Божий? На севере. Хоромная туча и огонь занимающийся. Бог где находится? В огне и в облаке. Перед Моисеем и Израилем, как он представлялся? Во мне и в облаке. Да? И сияние вокруг него, а из середины его видно нечто ослепительное, напоминающее цвет электро. Это янтарь, да? Или что там? Из середины огня. И из него как у вас написано? Из середины огня. То есть напоминающее цвет электро. А из середины огня? Я пользуюсь переводом, который вы мне подарили. А, вот оно. Помните? Тут еще ваши все росписи есть, что вы подтвердили, что подлинно так. А вы говорите, что я не таком читаю. Это более дословный просто перевод, да? Хороший. Отличный. Я же специально сидел тут и изучал. Я же говорю для вас. Итак, смотрите. Цвет электро. Из середины огня. Из него наподобие четырех живых существ. Видите, хайот, животные, да? Образы, подобные человеку и так далее. Там ноги у них, руки и крылья, опять-таки, да? И лики их, и крылья их одинаковые. С четырех. Соединены попарно их крылья. Не поворачиваются эти создания. При движении своем. Каждое и поворачиваются, то есть эти создания. Да, куда там? В ту сторону, куда они движутся, да? Выглядит лики так. Образ человеческий. Львиный образ справа. И бычий образ слева. И образ орлины у всех четырех. Таковы их лики. А крылья их разделены сверху. У каждого два соединены снизу вместе. То есть верхние крылья у этих живых существ какие? Помните, мы говорили, ангела шестью крыльями. Нижние крылья, а верхние крылья спарены, соединены из одного источника, да? Вот. И они могут ходить, каждая в ту сторону, куда укажет ему дух Бога. Идти туда пойдут, не повернутся они при хождении своем. И обличие этих живых существ, словно пылающие огнем угли, как зрелище перемещающихся факелов. Огонь перемещается между этих существ и сияние у огня. Я, кстати, огнистых существ видел. Я видел ангела трех типов, я вам рассказывал, да? Одного расчета. Да, белых, бронзового цвета и огнистых существа я видел. Правда, я там не видел их лиц. Вы расскажите. Огнистые существа я тоже видел в своем видении. Видите, и они как перемещались? Они быстро перемещались. Вот даже скорее это можно сравнить с голограммой. Как лазерный луч шел, так они и перемещались. Они не шагали ножками, не бегали ножками. Они быстро перемещались, не поворачивались, да? И огонь перемещается между этих существ и сияние огня, а из огня вылетает молния. Видите, цвета музыка. Похоже это вот на то, что делают лазерные проекции, голограммы. И вот это точно. Вы понимаете, Ехескель, он что, он описывал словами. Это же народа пастухов, евреи были пастухами, да? Поэтому он описывал так, чтобы было понятно каждому пастуху. Помните, мы говорили, матафорическая деформация. Он видел и описывал нечто, чего не мог описать. Видели эти живые существа, и вот вращающее колесо внизу, на дне колесницы, и возле этих существ, у каждого четыре колеса для четырех ликов. И, как и сделали, эти колеса напоминают хризолит. То есть напоминают такую яркую, светящуюся медь. И там что? Вращающееся колесо. Как было бы вращающееся колесо в другом вращающемся колесе? Ну, это комментарий, в действительности, Афанаем. Колеса, да? Колесо вращается в одну сторону, и одновременно колесо вращается в другую сторону. И я однажды в жизни видел, и никогда не забуду, это на небе. И это было не НЛО, а на 16-й станции фонтанов гудела музыка, аж я слышал. И низкая облачность была, и вот эти все цвета, вся эта цвета музыка, все эти лазеры, они на небе провисывали. И я действительно видел вращающее колесо, и в нем как бы другое вращающееся колесо, одновременно одно вращалось в одну сторону, другое в другую. Физически это невозможно сделать. Но как проекции можно. Так что это очень похоже на то, что происходило при дискотеке, правда? Они высоки, и они устрашающие, и спины, их у всех и четырех полны глаз со всех сторон. И когда идут эти живые существа, приходит движение колеса возле них. А когда поднимаются вверх зимы эти существа, поднимаются их колеса. И куда дух Бога укажет идти, туда они и идут. Колеса будут подниматься соответственно и, потому что один и тот же дух в каждом из этих живых существ и в колесах, то есть одно и то же двигало их. И когда тебя движутся, движутся и они. Когда тебя останавливаются, останавливаются и они. И поднимаются с земли, поднимаются их колеса соответственно тому, что один и тот же дух во всех живых существах. То есть эти живые существа действовали как? Синхронно. Синхронно, да? И услышал я звук, 24 стих, который сдают их крылья, как шум больших водных масс, как глаз всего гущего при движении их. Звук рева, как звук военного стана. Когда же они останавливаются, опускаются и перестают шуметь их крылья. Еще где описан шум вод многих? Да, откровений. Правда? Там тоже есть такая похожая картина. А выше небосвода, который над головами словно зрелище камня сапфира. Сапфир какого цвета? Глубого, да? Вот такого, как водная гладь, да? Как водная гладь. И вы знаете, еще такого голубовато цвета были когда-то экраны, первые экраны. Говорят, голубой огонек, да? А это тоже электрические. Да, сапфир. И там зрелище такое подобие трона. И на этом подобии трона подобие по виду напоминающего человека. Опять-таки, видишь, сказано, что там конкретно человек сидит, да? Нечто ослепительное, напоминающее цвет электро, словно по виду огонь. Подобие дома вокруг него. От того, что выглядит, словно, с чесла его и выше. А от того, что выглядит ниже, значит, там, окружено сиянием со всех сторон. И словно по виду радуга, что бывает в туче в день, когда идет дождь, такого видения сияния вокруг этого огня. Яркий огонь ослепительный, который нельзя было описать. Нечто подобное на человеческую фигуру в нем, да? И вокруг что? Радуга. Вот можете себе представить, какая хвала, какое прославление, какая цвета музыка была в Божьем присутствии. Делаем перерыв, да? Хорошо. Продолжение следует...